Сплести маскировочную сеть своими руками – это не очередной арт-проект, а реальная помощь военным. Женщины разного возраста уже который день плетут защитный щит для украинской армии. Активисткам помогала Анна Грынев. Настя сосредоточена, вплетает лоскутки ткани в будущую маскировочную сеть. Она приехала из Львова помочь своим подругам. Говорит, это самое малое, что могут сделать женщины в такое неспокойное время. Я плету сетки для военных, и я считаю, что это максимум, что сейчас женщины могут делать здесь, находясь здесь. Мы можем только молиться и можем помогать тем, на что мы способны. Плетут все – женщины разного возраста и разных профессий. Вот, например, Ольга – текстовый аналитик, но говорит, что в первую очередь она женщина и должна помочь защитникам своей страны. Это историк, это бухгалтер, ну, тут все, собственно, такие. Этих женщин собрали в социальные сети. На призыв откликнулись мгновенно. За основу берется, я могу показать, берется рыбацкая сеть. Вот она. Она очень большая, ее ширина 20 метров, ну, а длина, как бы, сколько отрежете. Мы плетем отрезки 20 метров на 4. В рыбацкую сеть вплетают разноцветные лоскутки ткани. В расход пошла старая одежда. Специально для нас проводят мастер-класс. Техника очень простая, то есть, собственно говоря, техники никакой особой нет. Просто берем лоскутки, вот такие ткани, вот, вот режем их. Это когда-то бывшие разные вещи, что-то издуму принесли, что-то всяким хенди приобрели. Вот зарезаются такие полосочки. Можно их просто привязывать, вот так, они свисают. А вот думали, тут нам платили, а предложила вот так их немножко заплетать. Чтобы сделать такую сетку, нужно около трех дней. А уже завтра она отправится в зону АТО, чтобы спасать жизни нашим военным. Маскировочная сетка почти готова. Остался только последний маскировочный штрих. Он желтый, яркий. Вот на тот желтый он сильно светлый. Анна Грынев, Валентин Мирза, 7 канал.